Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нет, я хочу, чтобы все происходило на мои глаза Процедура тяжелая, понимаете? Понимаю Но сомнениями научиться Больше не хочу Слушаю, Олег Хритонович Да, выезжаю Алтынова с нами Спроси у нее, была ли у сына невеста? Есть информация? Есть, просите Женя, я действительно не знаю, как зовут твоего мужчину Но он был Я его видел А куда он исчез? Почему он меня бросил? Не молчи, Глеб Почему он меня бросил? Жень, ну жизнь такая штука Люди живут вместе, потом они расходятся Он больше не хочет меня видеть? Я не... я не знаю Ты опять мне не говоришь всей правды Женя Я понимаю Потому что я попала в аварию У меня все тело В шрамах Он поэтому меня бросил Женя Женя, давай успокоимся А? Почему нельзя Просто И честно все рассказать Хоть бы родственники вас поддержать приехали Мария и Роман У каждого своя жизнь Понимаю Вот была бы у Вани вашего невеста Не знаю Они теперь все такие Вертлявые Ну Иван бы выбрал себе хорошую Наверняка Добрую Верную Правда, Мария и Роман Жур Вы же с моим Ванечкой служили Вы что, сами не видели? Ну, бывает От друзей таятся А матери все как на дух Это не про моего Ваню Он от меня таился Я даже не знаю Была ли у него невеста Давай оцепление сразу Ты туда А ты со мной Ничего я про него не знаю Что с моим папой Он ничего не помнит Совсем ничего Ну Не совсем так, Катя Он помнит, но Помнит себя каким-то другим человеком Ну Я не понимаю Как это возможно Ну, если честно И мне Разобраться в этом Не так просто Если мой папа болит Зачем вы держите его в тюрьме Ему же там плохо Успокойтесь, Катя Ваш отец не в тюрьме А в следственном изоляторе Да какая разница Ну, во-первых Во-первых, там хорошие условия А во-вторых, он В полной безопасности И, кстати Рядом с вами будут находиться Тоже два наших сотрудника Мне никто не нужен Ну, в этом вопросе я Настаиваю все-таки Чтоб вы положились на нас Кстати, скоро приедет ваша мама Кто за ней поехал? Корнышев? Да Скоро вы увидите С мамой, да А его я видеть не хочу Я его ненавижу Успокойтесь, Катя Пожалуйста Кстати, лекарства я оставил вам Там, на кухне Да идите вы к черту За своими лекарствами Пойдемте Мария Романовна Пойдемте Не могу У меня ноги подкашиваются Ну, соберитесь Вы же сами все хотели увидеть Своими глазами Соберитесь Кто? Кто там? Мария Романовна Я вам не советую Сильно обгорел Ну Отпустите Я сам Здравствуйте Я могу вам помочь? Да А у меня вот Проходите, пожалуйста, в зал Спасибо Пожалуйста Добрый день Слушаю вас Будете посещать их хранилище? Да Ваш паспорт, пожалуйста Где галочка Распишитесь Осталось Сверить Подпись А я там Тоже Расписываюсь Все верно Все верно Пойдемте Дай протокол Жора Там Мой Вань Мария Романовна Вы помните, какого роста был ваш сын? Почти метр восемьдесят А там в гробу метр пятьдесят Без кепки Что, отражено в протоколе? Дай ручку Жорочка, что же это значит? Расписываюсь, Мария Романовна Да Олег Харитонович, это самолет Да, Жора В могиле не Алтынов, точно Без всякой экспертизы могу сказать Там совершенно другой человек Ну, хорошо Хорошо Узнаешь, что там по делу Убиенного доктора И возвращайся Есть возвращаться Мария Романовна Дан мне приказ Обратно в Москву Так что Будем искать Вашего Вань Даня Романовна 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я здесь работаю, потом у нас очень много клиентов. Вы боитесь с замком не справиться? Нет, нет, я справлюсь. Спасибо. Не буду вам мешать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Нет, это не по работе. Ну, то есть не то, чтобы совсем. Просто все так связано, что... Ладно, ты помнишь мою сестру? Ну, да, конечно. Кстати, как она поживает? Твоя Женя? Как тебе сказать? Женя, не моя сестра. А кто? Два года назад мне привезли ее и сдали с рук на руки. Подожди, кто привез? Женя. Заплатил пятьдесят тысяч долларов. Нормально. Потом он пропал и не объявлялся два года. И что, теперь объявился? Похоже. Ты знаешь, я-то думал, что Женя у меня как на ладони, а на шагу без меня ступить не может. А оказалось, что этот мужик ее контролирует. Ну, а ты чего психуешь? Боишься, что он свои деньги назад потребует? Да не в этом дело. Понимаешь, я сначала подумал, что какой-то богатый мужик избавляется от любовницы, ну, с которой были проблемы. А оказалось, что Женьке эти проблемы созданы. По-моему, здесь такая же история, как у твоего пациента. Ты уверен? Знаешь, я два года ее контролирую. И за дня в день. Я сейчас, Илья. Будьте добры, дайте мне пятьдесят водки. У нее там не просто черепно-мозговая травма. У нее в мозгах кто-то копался. У нее как бы второй дно. А вчера, вчера я нашел у нее валюту. Тысячу долларов. Потом ключ от сейфа, как будто бы для банка. И фотографию, где Женька на Кипре, вроде с этим мужиком. Лица не видно. Женя была на Кипре? Была. Я думаю, что точно была. И сейчас этот мужик втайне от меня ей память восстанавливает. Он Женьку к чему-то готовит. И я боюсь, Илья. За нее боюсь. За себя боюсь, понимаешь? Ну что, дружок, тебе повезло, что ты ко мне обратился. Если только то, о чем я думаю, правда. Напомни, как фамилия Жени? Нефедова. Евгения Нефедова. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Девушка, все в порядке, помощь нужна. Нет, хорошо, все. Ну, хорошо. Держись! Держись! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Понял, да, по моим делам, да, все прошло спокойно, на кипре надо почистить. Хорошо, да, слушай, в своих людях я уверен, на этот раз Корнышева я достану, да, да, я сказал достану, все. С возвращением, Вячеслав Геннадьевич. Эльвира, я же просил, оставь ключ у портье. Ну, так ведь я же сама вас с утра дожидаюсь. Новость у меня. Какая новость? Али, сутенер наш, исчез, с концами. Ваших рук дело? Нет, сам испугался. Гришки за ним. Турция рядом, пролив. Вот он и уплыл. А нам что делать? Купаться, загорать и на себя работать. Чем плохо? Понимаете, Вячеслав Геннадьевич, в нашей работе некоторые тонкости существуют. Езжай ты домой. Домой. Вы что, не понимаете, Вячеслав Геннадьевич, у нас денег на обратный билет и нет, и паспортов тоже нет. Я в этом виноват. А кто Али напугал? Эльвира, у тебя своя работа, у меня своя. Ну, так я же без претензий, Вячеслав Геннадьевич. Я о помощи вас прошу. Через три дня нас из этого отеля пинком под зад. Вот. Ну, придумайте что-нибудь. Хорошо, я подумаю. Ловлю на слове. Кстати, Вячеслав Геннадьевич, а чем там у вас все закончилось в Москве с Катей? С Катей у нас все только начинается. Ну, что, Георгий Максимович, покидаете нас? Да. Если у следствия больше нет ко мне вопросов. Увы. По всему выходит, что Фролова убили с целью ограбления. Бумажник при покойнике не обнаружен. Жена показала, что пропали часы и мобильный телефон. Ну и что вас смущает? Да что-то не было на моей памяти и настолько профессиональных уличных грабителей. Ни следов, ни улик не оставили. Сочувствую. Сочувствую. Добрый день, Алла Васильевна. Можно? Катя у вас? Катя уже в Москве. Я чувствовала. Проходите. Надо было сразу запретить ей эти экскурсии. Пойдемте. Георгий Максимович. Извините. Скажите для меня лично, не для протокола. Зачем ФСБ нужен был Фролов? Это как-то связано с сегодняшней эксгумацией? Связано. Ну чтоб я зря время не тратил. Скажите, если можете. Здесь действительно поработал хорошо обученный человек. И он сильно не хотел, чтобы я встретился с Фроловым. И если вы все-таки найдете, немедленно дайте знать. Я вам настоятельно рекомендую. Я бы не советовал вам пить, Алла Васильевна. Вам нужен трезвый рассудок. Я уже давно, благодаря вам, потеряла и покой, и рассудок. Где моя дочь? С ней все в порядке, Алла Васильевна. Скоро вы увидите и Катю, и вашего мужа, Алла Васильевна. Он жив. Жив. Его смерть, как и смерть Ивана Алтынова, была инсценировкой, причем очень грамотной. А вот того, кто звонит инкогнито и говорит, что вам нельзя покидать Кипр, вот его нужно остерегаться. У кого-нибудь еще есть ключи от дома? Нет. Своих соседей вы хорошо знаете? Да. Приличные, состоятельные люди. Слава, Слава, мне срочно надо в Москву. Хорошо, Алла Васильевна. Только сначала нам нужно съездить в банк. Вы говорили, там у вас ячейка? Да, мои личные вещи. Не будем терять время, Алла Васильевна. Собирайтесь. Я пока закрою жалюзи. Женя! 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 Глеб! 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 Что? Что? Что случилось? Что? Что? Я видела аварию. Мне так страшно. Успокойся, с тобой же все в порядке, правда? Нет, со мной не все в порядке. Сядь. Садись. Ну? Я… Я вспомнила. Я вспомнила. Я… 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 Я ехала в машине вдруг. А… А… Авария. Там со мной были двое мужчин. Где? 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 Со мной в машине. Один молодой, другой не очень. Скажи, ты вспомнила их лица? Кажется, да. Кто они, Глеб? Кто? Я не знаю. Я действительно не знаю. Послушай, Женя. Я должен тебе кое-что рассказать. Давай. Прямо здесь. Прямо сейчас. Расскажем друг другу все. А? Сначала я, а потом ты. Ты согласна? Ну, начнем. Вот. Все, что было в сейфе. Ну и что же здесь личного? Смотри сам. Ну… Насколько я понимаю, на фотографиях ваш муж. Ну, а что это за девушка? Слава, я надеюсь, ты не станешь рассказывать об этом Кате? Я пока не понимаю, о чем рассказывать. О том, что мой муж изменял мне. Вы что, следили за вашим мужем? Не я. Кого-то нанимали? Да, в Москве. Тоже из органов. Но в отставке. Сейчас частный детектив. И как давно? Последний приезд в Москву. Информацию получилось здесь, на Кипре. Здесь все. Где и когда он встречался с этой… Ну, мало ли, с кем он встречался. Вы что, точно знаете, что он вам изменял? Знаете фамилию этой девушки? Слава, это уже не важно. Я хотела метнуть ему вот это все в лицо. Но… Ну, не успели. А теперь уж точно не стоит этого делать. Прошу. Вот. Это то, что я взяла в банке. Здесь деньги и ключ от следующей ячейки. Я думала, тут будут фотографии. Я узнаю, с кем я была на Кипре. Кто тот мужчина, которого я держала за руку? Я понимаю. Я все понимаю. Глеб, под деньги. Зачем они мне присылают деньги? Мы все узнаем. Обязательно обещаю тебе. Да, Слава, понимаю. И больше ничего в сейфе не было? Ничего, Олег Харитонович. Вот чертова баба. Увы, Олег Харитонович. Я сам купился. Алла Васильевна… Алла Васильевна слезно просит не сообщать дочери о ее детективном опыте. Да на кой нам хрен сообщать? Все, домой. Так точно. Только дом Вихровых осмотрю. Ты понял, Илья? Мы ниже Плинтуса. Мы не то, что где пятьдесят миллиардов. Мы вообще ни на один. Ни на один вопрос по этому делу ответа не знаем. И зацепиться нам пока не за что. Так точно. Не спешите, Алла Васильевна. Не спешите, Алла Васильевна. Теперь можно. Заходи. Кофе будешь? С удовольствием. О чем пишут в местных газетах? Не знаю. Я читаю только новости из Москвы. Все остальное мне уже давно безразлично. Значит, вас, как и Катю, замучила ностальгия? Можно и там сказать. На пол! На пол! Тсс! Так, Илья, иди и работай с Вихровым над фамилиями владельцев офшоров. Я считаю, что это единственный шанс выяснить, куда ушли деньги. Не сомневайтесь, Олег Харитонович, результат будет. И твой последний шанс хоть чем-то помочь расследованию. Ты понял меня? Я понял. Понял, Олег Харитонович. Ох, как бы я хотел на это надеяться. Иди. Иди, иди! Да! Иди-и! 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 Выпейте! Нам повезло. Наши гости оказались неосторожными, когда мы уходили, нож для колки льда лежал рядом со стаканом. А когда вернулись, его там не было. Поднимайтесь, пойдемте со мной. Вы его знаете? Нет, я не знаю этого человека. И этого тоже не знаю. Конфеты принесите? Вам? В коробке. Вот, шоколадное. Скотч. Виски? Клейкую ленту. Господи. Александров Юрий Матвеевич. Написали? Идем дальше. Алишеров Муса Нуревич. Муса Нуревич. Дайте мне листочек. Пишите дальше. Нефёдова. Евгения Витальевна. Евгения Витальевна. Вот, скотч возьмите. Алла Васильевна, сейчас мы отсюда уходим, и больше вы сюда никогда не вернетесь. Это я понимаю. Ещё раз спрашиваю, остались ли здесь документы, принадлежащие вашему мужу. Нет. Правда, ничего не осталось. Паспорт не забудьте. А? Паспорт, не забудьте. Ага, да. Сейчас. Вам знакомо это имя, Нефёдова? Нет. Что, и ассоциаций никаких? Женя, Нефёдова. Вспоминайте Вихров. Женя, Нефёдова. Посмотрите, Николай Борисович, вот сюда. Как вы написали это имя? Ровным почерком. Ты же знаешь её, Вихров. Отвечай, ты перевозил деньги на её счёт, а? Говори, говори, или сдохнешь в этой тюрьме, скотина. Говори, говорю, слышишь? Нет, Женя, Женя, Нефёдова, Славинай, Славинай, говори, что? Брача, Брача, Базалина. Что с вами, Бихрова? А? Чёрт, Базалина. КОНЕЦ Слава, нам не опасно ехать в аэропорт? Опасно, поэтому мы туда и не поедем. Значит, мы едем на паром? Если они нас уже ищут, то ищут не только в аэропорту, но и на пристани. Ну а как же мы будем выбираться? Есть одна идея. Врача, срочно! Врача! Позовите! Я поехал. Езжай. За завтра? Да. Эй, моря! Добро пожаловать! Не хотите ли покататься на лодке? Подожди. У меня замечательная лодка. Нам бы это, в Турцию. Нет проблем, красавица. Нет проблем. Но только там со мной еще сестры. Договоримся, договоримся. Нет проблем, красавица. Так это, а денег-то сколько? Ну проблем. Кам, кам. Ес. Слава, это тоже ваша сотрудница? Добровольная помощница. Не удивляйтесь, Алла Васильевна. После того, что произошло, меня трудно удивить. Загадывать тоже не стоит. Так, всем подъем. Извините. Так, сколько? Вячеслав Геннадьевич, сейчас ваш выход. В общем, вы не волнуйтесь, держитесь уверенно, так как наш Али. Эльвира, ты все-таки решила сделать из меня сутенера. Вячеслав Геннадьевич, ну не все же вам в разведчиках пылиться. Товарищ генерал, разрешите доложить? Илья, ты мне обещал результат, ну и что теперь? Виноват, Олег Геннадьевич, мы сделать уже ничего не смогли. Обширный инфаркт, товарищ генерал. Умер почти мгновенно. Что значит почти? Я все объясню. Я вел допрос, а он вдруг схватился за сердце, я тут же вызвал доктора, но… Я здесь недалеко был, товарищ генерал. Подошел буквально через пару минут, а он уже не дышит. На вскрытие немедленно. Есть. Доставку сейчас организуем. Илья, ты сейчас уйди с моих глаз. Так точно. Инфаркт? Корнушев живой? Живучая собака. Так. Так. Катю я сегодня заберу. Так, Женю тоже. Так, надо лететь на Кипр, слушай. Как только все приготовишь, сразу, сразу звони. Слышал? Давай. Скорость. Продолжение следует... Глеб, слушай меня внимательно. Позвони своему начальнику, попроси отпуск за свой счет. Собери документы и вещи, только самое необходимое. Потом, потом будешь задавать свои вопросы. Черт! Глеб, я не понял. Ты жить хочешь? Глеб, мне тут опять сообщение пришло. Банк Сибирский сегодня. Иди, собирайся. Глеб, я не слышу! Не слышу, Глеб! Хорошо, я все понял. Давай, давай. Глеб! А мы что, куда-то едем? Да. Мы едем путешествовать. Закрыт. Воздухом подышать. Иди, иди. Давай, давай. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...